Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал 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 «Симон» постепенный. Да и встречал нас на перроне не сам Семен Александрович, как того требует протокол, традиция, родственность и в конце концов просто уважение к старшему брату, а всего лишь председатель комитета по приему гостей, министр императорского двора, который, впрочем, тут же и отбыл на Николаевске встречать принца Прусского. С каких это пор Прускому наследнику в Москве оказывают больше почтения, чем дяде его величество, генерал-адмиралу российского флота и второму по старшинству из великих князей императорского дома? Георгий Александрович не подал виду, но, думаю, был возмущен столь явным афронтом не меньше, чем я. Хорошо, хоть и ее высочество великая княгиня Екатерина Иоанновна осталось в Петербурге. Она так ревностна к тонкостям ритуала и соблюдению августейшего достоинства. Эпидемия кори, поразившая четырех средних сыновей, Алексея Георгиевича, Сергея Георгиевича, Дмитрия Георгиевича и Константина Георгиевича, помешало ее высочеству образцовой и любящей матери участвовать в коронации наивысшем событии в жизни государства и императорской фамилии. Правда, злые языки утверждали, что отсутствие ее высочества на московских торжествах объясняется не столько материнской любовью, сколько нежеланием исполнять роль статистки при триумфе молодой царицы. При этом поминали прошлогоднюю историю с рождественским балом. Новая императрица предложила дамам августейшей фамилии учредить общество рукоделия, чтобы каждая из великих княгинь связала по теплому чепчику для сироток мариинского приюта. Возможно, Екатерина Иоанновна и в самом деле излишне сурово отнеслась к этому начинанию. Не исключаю также, что с тех пор отношения между ее высочеством и ее величеством стали не вполне хороши. Однако же никакого эпатирования в неприезде моей госпожи на кронацию не было. За это я могу поручиться. Екатерина Иоанновна может относиться к ее величеству каким угодно образом, но ни за что не позволила бы себе пренебречь династическим долгом без очень серьезной причины. Сыновья ее высочество действительно были тяжело больны. Это, конечно, печально, но, как говорят в народе, нет худа без добра, ибо вместе с ее высочеством в столице остался весь великокняжеский двор, что существенно облегчало очень непростую задачу, стоявшую передо мной в связи с временным переездом в Москву. Придворные дамы были очень огорчены тем, что не увидят московского празднества и выражали недовольство, разумеется, не выходя за рамки этикета. Но Екатерина Иоанновна осталась непреклонна. По церемониалу малый двор должен находиться там, где пребывает большинство членов великокняжеского семейства, а большинство Георгиевичей, как неофициально именуется наша ветвь императорского дома, осталось в Петербурге. На коронацию отправились четверо. Сам Георгий Александрович, его старшие и младшие сыновья, а также единственная дочь Ксения Георгиевна. Как я уже сказал, отсутствие господ придворных меня только радовало. Управляющий двором князь Метлицкий и управляющий придворной конторой тайный советник фон Борн лишь мешали бы мне заниматься делом, суя нос в материи совершенно недоступные их пониманию. Хороший дворецкий не нуждается в няньках и надзирателях, чтобы справляться со своими обязанностями. Что же до гофмистерины с фрейлинами, то я про его не знал бы, где их разместить. Такую жалкую резиденцию выделил зеленому двору, так называют наш дом, по цвету шлейфа великой княгини, коронационный комитет. Однако о резиденции разговор впереди. Переезд из Петербурга прошел благополучно. Поезд состоял из трех вагонов. В первом ехала августейшая семья, во втором — слуги, в третьем — необходимая утварь и багаж. Так что мне постоянно приходилось перемещаться из вагона в вагон. Его высочество Георгий Александрович сразу же после отбытия сил пить коньяк с его высочеством Павлом Георгиевичем и коммерюнкером Эндлунгом. Изволил выпить одиннадцать рюмок, устал и после почивал до самой Москвы. Перед сном уже у себя в каюте, как он называл купе, немного рассказал мне о плавании в Швецию, имевшем место двадцать два года назад и произведшим на его высочество большое впечатление. Дело в том, что хоть Георгий Александрович и состоит в звании генерала-адмирала, однако выходил в море всего единожды. Сохранил об этом путешествии самые неприятные воспоминания и частенько поминает французского министра Кальбера, который на кораблях не плавал вовсе, однако же сделал свою страну великой морской державой. Историю о шведском плавании я слышал много раз и успел выучить наизусть. Тут самое опасное описание шторма у берегов Готланда. После слов «И тогда капитан, как крикнет, все на помпы!» Его высочество имеет обыкновение выкатывать глаза и с размаху бить кулаком по столу. «Все на помпы!» В этот раз произошло то же самое, но без какого-либо ущерба для скатерти и посуды, поскольку я своевременно принял меры, придержал графин и рюмку. Когда его высочество утомился и стал утрачивать связанность речи, я подал знак лакею, чтобы раздевал и укладывал, а сам отправился проведать Павла Георгиевича и лейтенанта Эндлунга. Как люди молодые и пышащие здоровьем, они устали от коньяка гораздо меньше. Можно сказать, совсем не устали, так что нужно было за ними приглядывать, особенно учитывая нрав господина Камер-Юнкера. Ох уж этот Эндлунг! Не следовало бы так говорить, но Екатерина Иоанновна совершила большую ошибку, когда сочла этого господина подходящим наставником для своего старшего сына. Лейтенант, конечно, ловкое бестие. Взгляд ясный и чистый, физиономия розовая, аккуратный пробор на золотистой голове, детский румянец на щеках, ну прямо ангел. С пожилыми дамами-почтителем ножкой шаркает. Может, с самым заинтересованным видом и про Иоанна Кронштадтского и про чумку у левретки послушать. Неудивительно, что Екатерина Иоанновна от Эндлунга растаяла. Такой приятный и, главное, серьезный молодой человек, не то что шалопа и гардемарины из морского корпуса или бездельники из гвардейского экипажа, нашла кому доверить опеку над Павлом Георгиевичем в первом большом плавании. Уж я насмотрелся на этого попечителя. В первом же порту Варни Эндлунг разрядился павлином, в белый костюм, малую жилетку, звездчатый галстук, широченную панаму и отправился в непотребный дом. Ну и его высочество тогда еще совсем мальчика потащил с собой. Я попробовал вмешаться, а лейтенант мне, я обещал Екатерине Иоанновне, что глаз с его высочества не спущу, куда я, туда и он. Я ему говорю, нет, господин лейтенант. Его высочество сказали, куда он, туда и вы. А Эндлунг, это Афанасий Степаныч, казуистика. Главное, мы будем неразлучны, как аяксы. И протащил таки юного мичмана по всем вертепам, до самого Гибралтара. А после Гибралтара, до Кронштадта, оба и лейтенант, и мичман вели себя смирно и даже на берег не сходили. Только по четыре раза в день бегали к доктору делать спринцовки. Вот каков наставничек. От этого Эндлунга его высочество очень переменился. Просто не узнать. Я уши Георгию Александровичу намекал, а он только рукой махнул. Ничего, мол. Моему поле такая школа только на пользу. А Эндлунг, хоть и балбес, но зато хороший товарищ и душа на распашку. Большого вреда от него не будет. На мой же взгляд, это называется пускать козу в огород, если употребить народное выражение. Я Эндлунга этого насквозь вижу. Как же душа на распашку. Благодаря дружбе с Павлом Георгиевичем и вензель на погоны получил. А теперь еще и камер-юнкера. Это же неслыханно, такое почтенное придворное звание какому-то лейтенантишке. Оставшись одни, молодые люди затеяли играть в безик на исполнение желаний. Когда я заглянул в купе, Павел Георгиевич позвал. Садись, Афанасий. Сыграй с нами на американку. Продуешься, заставлю тебя сбрить твои драгоценные бакенбарды к чертовой матери. Я поблагодарил и отказался, сославшись на чрезвычайную занятость, хотя никаких особенных дел у меня не было. Не хватало еще играть с его высочеством на американку. Да Павел Георгиевич и сам отлично знал, что партнера из меня не выйдет. Просто шутил. Последние месяцы появилась у него эта обесквораживающая привычка надо мной подшучивать. А все спасибо Эндлунгу, его влияние. Сам Эндлунг, правда, с некоторых пор поддевать меня перестал. Но Павел Георгиевич все никак не остановится. Ничего. Его высочеству можно, и они в претензии. Вот и теперь он сказал мне с самым строгим видом. Знаешь, Афанасий, феноменальная растительность на твоем лице вызывает ревность неких влиятельных особ. К примеру, позавчера на балу, когда ты стоял у дверей, такой важный, с раззолоченной булавой и бакенбардами на обе стороны, все дамы смотрели только на тебя, а на кузена Ники никто и не взглянул. Хотя он и император. Надо, надо тебя обрить или хотя бы остричь. На самом деле, моя феноменальная растительность не представляла собой ничего из ряда вон выходящего. Усы с подусниками и бакенбардой, возможно, пышные, но не чрезмерные, и уж во всяком случае, содержавшиеся в достойном виде. Такие же носил и мой отец, и мой дед. Так что не бриться, не стричься, я не намеревался. — Ладно тебе, Поле, — заступился за меня Эндлунг. — Не мучай, Афанасья Степановича, ходи-ка лучше в твой черед. — Видно, все-таки придется объяснить про мои отношения с лейтенантом. Тут ведь своя история. В первый же день плавания на корвете Мстислав, как только вышли из Севастополя, Эндлунг подстерег меня на палубе, положил руку на плечо и сказал, глядя наглыми, совершенно прозрачными от выпитого при проводах вина глазами. — Что Афоня Лакийская, душа швабры распустила? Бризом разметала? Мои бакенбарды от свежего морского ветра и в самом деле несколько растрепались. В дальнейшем мне пришлось на время путешествия их немного укоротить. — Не в службу, а в дружбу. Слетай-ка к сквалаге-буфетчику. Скажи, его высочество велел бутылочку рому прислать, чтобы не укачало. — Эндлунг, меня еще по дороге, пока ехали поездом до Севастополя, все дразнил и поддевал в присутствии его высочества. Но я терпел, ждал случай объясниться наедине. Вот случай и представился. Я деликатно, двумя пальцами, снял руку лейтенанта, в ту пору еще никакого не камер-юнкера, со своего плеча, и учтиво так говорю. Если вам, господин Эндлунг, пришла фантазия озаботиться дефиницией моей души, то точнее будет назвать ее не лакейской, а гоффурьерской, ибо за долгую беспорочную службу при дворе его величества мне пожаловано звание гоффурьера. Чин этот относится к девятому классу и соответствует чину титулярного советника, армейского штабс-капитана или флотского лейтенанта. Последнее я намеренно подчеркнул. Эндлунг вскинулся. — Лейтенанты за столом не прислуживают. А я ему. — Прислуживают, сударь, в ресторане, а в августейшей семье служат. Всяк по-своему, согласно чести и долгу. Вот после этого самого случая Эндлунг и стал со мной как шелковый. Говорил вежливо, шуток больше не позволял, а звал по имени-отчеству и только на «вы». Надо бы сказать, что у человека моего положения с обращением на «вы» и «ты» отношения особенные. Потому что и статус у нас дворцовых служителей особенный. Трудно растолковать, как это получается, что от одних людей оскорбительно обращение на «ты», а от других обидно услышать «вы». Но служить я могу только этим последним, если вы понимаете, что я имею в виду. Попробую объяснить. Обращение на «ты» я сношу только от августейших особ. Нет, не сношу, а почитаю за привилегию и особое отличие. Я был бы просто убит, если бы Георгий Александрович, ее высочество или кто-нибудь из их детей, хоть бы из самых младших, вдруг сказал мне «вы». Третьего года у меня вышло разногласие с Екатериной Иоанновной по поводу одной горничной, которую несправедливо обвинили в легкомыслии. Я проявил твердость, настоял на своем. И великая княгиня, обидевшись, целую неделю мне выкала. Я очень страдал, а сунулся по ночам, не мог спать. Потом мы, конечно, объяснились. Екатерина Иоанновна с присущим ей великодушием признала свою неправоту. Я тоже повинился и был допущен к руке, а она поцеловала меня в лоб. Но я отвлекся. Прислуживал играющим младший локей Липс из новичков, которого я специально взял с собой, чтобы приглядеться, чего он стоит. Раньше служил в эстлянском поместье графа Бенкендорфа и был рекомендован мне мажордомом его сиятельства, моим давним знакомцем. Вроде бы расторопный, малый и немногословен, но хороший слуга, в отличие от плохого, распознается не сразу. На новом месте любой тянется изо всех сил. Тут нужно выждать полгодика, годик, а то и все два. Я понаблюдал, как Липс подливает коньяку, как ловко он заменил испачканную салфетку, как стоит на месте. Это очень-очень важно. Стоял он правильно, не переминался с ноги на ногу, головой не вертел. Пожалуй, можно выпускать и к гостям на малые приемы, решил я. А игра шла своим ходом. Сначала проиграл Эндлонг, и Павел Георгиевич ездил на нем верхом по коридору. Потом фортуна отвернулась от его высочества. И лейтенант потребовал, чтобы великий князь совершенно раздетым сбегал в туалетную комнату и принес оттуда стакан воды. Пока Павел Георгиевич с хохотом раздевался, я потихоньку выскользнул за дверь, позвал коммергинера и велел, чтобы никто из слуг в великокняжеский салон не заглядывал. А сам прихватил из дежурного купе накидку. Когда его высочество, озираясь и прикрываясь рукой, выскочил в коридор, я хотел было накинуть ему на плечи это длинное одеяние. Но Павел Георгиевич с возмущением отказался, сказав, что слово есть слово, и пробежал до туалетной комнаты и потом обратно, причем очень смеялся. Хорошо, что мадемуазель Деклик не выглянула на смех. К счастью, его высочество Михаил Георгиевич, несмотря на поздний час, еще не ложился, и сволил в припрыжку скакать на сиденье и потом долго качался на портьере. Обыкновенно в половине девятого младший из великих князей уже спит, но тут мадемуазель сочла возможным сделать послабление, сказав, что его высочество слишком возбужден путешествием и все равно не уснет. У нас в зеленом доме детей содержат не строго, не то что при синем дворе у Кирилловичей. Там придерживаются семейных традиций государя Николая Павловича. Мальчиков воспитывают по-солдатски. С семи лет обучают фронту, закаляют холодными обливаниями и укладывают спать в походные койки. Георгий Александрович же слывет в императорской семье либералом. Сыновей воспитывает мягко, на французский манер, а единственную дочь свою любимицу, по мнению родственников, и вовсе избаловал. Ее высочество, слава богу, тоже из своего купе не выходило, и проказу Павла Георгиевича не видела. С самого Петербурга заперлась с книжкой, и даже знаю, с какой именно. Крейцерова соната, сочинение графа Толстого. Я читал на случай, если зайдет разговор между дворецкими, чтобы не ударить лицом в грязь. По-моему, чтение прискушное, и для девятнадцатилетней девицы, тем более великой княжны, совершенно неуместное. В Петербурге Екатерина Иоанновна нипочем не позволила бы дочери читать о такую пакость. Надо думать, роман был засунут в багаж тайком. Иначе, как фрейлина баронесса Строганова снабдила, больше некому. Моряки угомонились только под утро, после чего я и позволил себе немного подремать, потому что, честно сказать, порядком устал от предотъездных хлопот, да и предвидел, что первый день в Москве окажется нелегким. Трудности превзошли все мои ожидания. Так уж сложилось, что за 46 лет своей жизни я никогда прежде не бывал в Белокаменной. Хотя по свету поездил немало. Дело в том, что у нас, в семье, азиатчину не жалуют. Единственным маломальски пристойным местом во всей России признают Петербург. Да и с московским генерал-губернатором Семеном Александровичем мы холодны, так что бывать нам в древней столице незачем. Даже в Крым на Мисхорскую мызу мы обычно едем кружным путем через Минск, поскольку Георгий Александрович по дороге любит пострелять зубров в Беловежской пуще. А на прошлую коронацию, тому 13 лет, я не ездил, поскольку занимал должность помощника дворецкого и был оставлен замещать моего тогдашнего начальника, покойного ныне Захара Трофимовича. Пока ехали от вокзала через весь город, я составил себе о Москве первое впечатление. Город оказался еще менее цивилизованным, чем я ожидал. Никакого сравнения с Петербургом. Улицы узкие, бессмысленно изогнутые, дома убоги, публика неряшливая и провинциальна. И это при том, что в преддверии ожидаемого высочайшего прибытия город изо всех сил постарался прихорошиться. Фасады помыты, крыши свежевыкрашены. На Тверской это главная московская улица, чахлое подобие Невского. Повсюду развешаны царские вензеля и двуглавые орлы. Даже не знаю, с чем Москву и сравнить. Такая же большая деревня, как Солоники, куда заходил наш Мстислав в прошлом году. По дороге нам не встретилось ни фонтана, ни дома, в котором было бы больше четырех этажей. Ни конной статуи, лишь сутулый Пушкин, да и тот, судя по цвету бронзы недавнего обзаведения. У Красной площади, которая меня тоже изрядно разочаровала, кортеж разделился. Их высочества, как подобает членам императорской фамилии, отправились поклониться иконе Иверской Божьей Матери и Кремлевским мощам. А я со слугами поехал готовить наше временное московское обиталище. Из-за вынужденного разделения двора на две половины пришлось довольствоваться самым скромным количеством прислуги. Я смог взять с собой из Петербурга лишь восемь человек. Коммердинера его высочества, горничную Ксении Георгиевны, младшего лакея, уже поминавшегося Липса, для Павла Георгиевича и Эндлунга, буфетчика с помощником, белого повара и двух кучеров для английского и русского выездов. Предполагалось, что чай и кофе я буду подавать сам. Это своего рода традиция. Рискуя показаться нескромным, скажу, что во всем дворцовом ведомстве никто лучше меня не исполняет сей род обязанностей, требующие не только огромного навыка, но и таланта. Недаром я пять лет служил кофешенком при их величествах покойном государе и ныне вдовствующей императрице. Разумеется, я не рассчитывал, что обойдусь восьмью слугами, и особой телеграммой попросил московский отдел дворцового управления назначить мне толкового помощника из местных, а также предоставить двух форейтеров черного повара для прислуги, лакея для обслуживания старших слуг, двух младших лакеев для уборки, горничную для мадмазель Деклик и двух швейцаров. Больше вопросить не стал, отлично понимая, какая в Москве нехватка с опытной прислугой в связи с прибытием такого количества высоких особ. Никаких иллюзий насчет московских слуг я, конечно, не питал. Москва — город пустующих дворцов и ветшающих вилл, а хуже нет, чем держать штат слуг безо всякого дела. От этого люди дуреют и портятся. Вот у нас три больших дома, в которых мы живем попеременно, за вычетом весны, которую проводим за границей, потому что Екатерина Иоанновна находит время для великого поста в России невыносимо скучным. Зимой семья обитает в своем петербургском дворце, летом на вилле в Царском, осенью на Месхорской мысе. В каждом из домов имеется свой штат прислуги, и бездельничать им я не даю. Всякий раз уезжая, оставляю длиннейший перечень поручений и непременно нахожу возможность время от времени наезжать с проверками, всегда неожиданными. Слуги, они как солдаты, их все время нужно чем-то занимать, а не то станут пить, играть в карты и безобразничать. Мой московский помощник встретил нас на вокзале, и пока мы ехали в карете, успел кое-что разъяснить про ожидающие меня проблемы. Во-первых, выяснилось, что мой запрос весьма умеренный и разумный, выполнен дворцовым управлением не полностью. Младшего лакея выделили только одного, повара для прислуги тоже не дали, только кухарку, а хуже всего то, что не получилось с горничной для гувернантки. Это мне было особенно неприятно, потому что позиция гувернантки изначально двусмысленна, ибо находится на грани между обслуживающим и придворным штатом. Тут требуется сугубая деликатность, чтобы не обидеть и не унизить человека, который и так постоянно опасается ущемления своего достоинства. Это еще не самое прискорбное, господин Зюкин, сказал московский помощник с характерным аканьем, заметив мое неудовольствие. Печальнее всего то, что вместо обещанного малого Николаевского дворца в Кремле вам определен для проживания Эрмитаж, что в нескучном саду. Помощника звали Корнеем Селефановичем Сомовым, и на первый взгляд он какой-то неблагообразно лопоухий, тощий, кадыкастый. Сразу видно, что человек достиг пика своей карьеры, и дальше ему ухода не будет. Так и просидит до пенсии в московском захолустье. Что за Эрмитаж такой, нахмурился я. Красивый дом с превосходным видом на Москву, реку и город. Стоит в парке и близок от Александрийского дворца, где перед коронацией поселится высочайшая чета. Но... Сомов развел длинными руками. Ветх, тесен и... с привидением. Он коротко хихикнул, однако, видя по моему лицу, что я к шуткам не расположен, стал объяснять. Дом построен в середине прошлого столетия. Когда-то принадлежал графине Чесменской, той самой знаменитой богачки и сумасбродки. Вы, господин Зюкин, про нее наверняка слыхали. Некоторые говорят, что Пушкин писал свою пиковую дому с нее, а вовсе не со старой княгини Голицыной. Я не люблю, когда слуги щеголяют начитанностью и ничего на это не сказал, лишь кивнул. Очевидно, Сомов не понял причины моего неудовольствия, потому что продолжил с еще большей витиеватостью. Согласно преданию, в царствовании Александра Первого, когда все общество играло в новомодную игру лото, графиня сыграло с самим нечистым и поставило на кон свою душу. Служители рассказывают, что иногда безлунными ночами по коридору проходит белая фигура в чипце и постукивает камешками в мешке. Хе-хе. Сомов снова хихикнул, как бы давая понять, что сам он, будучи человеком просвещенным, в подобную чушь не верит. Однако я отнесся к этому известию с полной серьезностью, потому что всякий служитель, в особенности, если он подобно мне принадлежит к старинной дворцовой династии, знает, что призраки и привидения существуют на самом деле, и шутить как с ними, так и о них занятие глупое и безответственное. Я спросил, делает ли привидение старой графине что-нибудь злое, кроме постукивания костяшками? Сомов ответил, что нет, за безмалого сто лет ни в каких иных каверзах привидения замечено не было, и я успокоился. Ладно, пусть себе ходит, не страшно. Вот у нас в фонтанном дворце водится призрак камерюнкера Жихарева, писаного красавца и несостоявшегося фаворита Екатерины Великой, отравленного князем Зубовым. Что там, графиня в чипце? Этот жилец или, правильнее сказать, не жилец, ведет себя самым непристойным образом. В темноте щиплет дамы прислугу, а особенно распоясывается накануне Ивана Купалы. А в густейших особ, правда, касаться не дерзает, все-таки камерюнкер. Или вот Ванечковым, призрак Смольнинской институтки, якобы совращенной государем Николаем Павловичем и после наложившей на себя руки, ночью просачивается сквозь стены и роняет холодные слезы на лицо спящим. Тут и приятно от ледяной слезы проснуться и увидеть перед собой этакий страх. В общем, привидением меня Сомов не испугал. Хуже оказалось то, что дом и в самом деле оказался очень тесен и лишен многих необходимых удобств. Неудивительно, с тех пор, как это владение полвека назад было выкуплено у графа в Чесменских дворцовом управлении, в нем ничего не обновляли. Я прошелся по этажам, прикидывая, что нужно сделать в первую очередь. Следовало признать, что с основными приготовлениями Сомов справился неплохо. Мебель была расчехлена, все сияло чистотой, в спальнях стояли свежие цветы, рояль в большой гостиной звучал исправно. Освещение меня огорчило. Оно было даже не газовое, а вовсе допотопное, масляное. Эх, мне бы хоть недельку. Я развернул бы в подвале маленькую электростанцию, провел бы провода, и дворец принял бы совсем иной вид. А то, что же при масляном освещении сумерничать? У нас в фонтанном такое было лет тридцать назад. Выходило, что понадобится фонарщик, который будет заливать масло в лампы. Они были английской работой с часовым заводом на сутки. Кстати, о часах. Я насчитал в доме девятнадцать напольных и настенных, и все шли в разнобой. Решил, что часы заведу сам. Это дело требует аккуратности и точности. Хороший дом, содержащийся в идеальном порядке, всегда видно, потому одинаковое ли время в нем показывают часы в разных комнатах. Это вам скажет любой опытный дворецкий. Телефонный аппарат я обнаружил только один в прихожей и велел провести еще две линии, одну в кабинет Георгия Александровича и другую ко мне в комнату, поскольку наверняка придется без конца переговариваться с Александрийским дворцом, генерал-губернаторским домом и дворцовым управлением. Но предварительно следовало решить, кого куда поселить, и над этим пришлось основательно поломать голову. В доме на обоих этажах насчитывалось всего восемнадцать комнат. Просто не представляю, как бы все разместились, если бы с нами была великая княгиня с остальными детьми и двором. Сомов рассказал, что семье великого князя Николая Константиновича на восемь августейших особ и четырнадцать человек свитой, не считая прислуги, выделили особнячок в пятнадцать комнат. Так что придворным пришлось селиться по трое, а то и по четверо. Слух же и вовсе разместили над конюшней. Александровича на две ступени. Не кстати было то, что его высочество пригласил на коронацию своего приятеля лорда Бенвилла, который ожидался с берлинским поездом ближе к вечеру. Англичанин, слава богу, был холост, но все равно следовало оставить для него две комнаты, самому лорду и его дворецкому. Тут уж не приведи господь, а простоволосица. Знаю я этих английских батлеров, они баре почище своих лордов. Особенно мистер Смайли, который состоял при его светлости. Надутый чваный, достаточно я налюбовался на него в прошлом месяце в Ницце. Итак, билетаж я отвел для вгустейшей фамилии. Две комнаты окнами на парк и царский дворец Георгию Александровичу, это будет спальня с кабинетом. На балкон поставить кресло, столик и коробку с сигарами. На окно, выходящее в сторону Александрийского дворца, пристроить подзорную трубу, чтобы его высочеству генценосного племянника. Ксении Георгиевне светлую комнату с видом на реку. Это ей понравится. Рядом горничную Лизу. Павла Георгиевича в мезонин, он любит быть на отдалении от прочих членов семьи. Опять же, туда ведет отдельная лестница, что удобно для поздних возвращений. Эндлонга по соседству в бывший чулан. Невелика птица. Перенести кровать, на стену ковер, на пол медвежью шкуру и не видно будет, что чулан. Маленького Михаила Георгиевича в просторную комнату окнами на восток. В самый раз для детской. И рядом очень славная помещенница для мадемуазель Деклик. Я распорядился поставить туда букет колокольчиков. Это ее любимые цветы. Последнюю из комнат билетажа отвел под малую гостиную для мирного досуга в кругу семьи, если, конечно, в эти сумасшедшие дни выдастся хоть один свободный вечер. Внизу два самых больших помещений естественным образом превратились в главную гостиную и столовую. Две комнаты поприличнее я приготовил для англичан, одну взял себе, маленькую, но расположенную в стратегически важном месте под лестницей. Ну а уж прочей прислуге пришлось устраиваться по нескольку человек. А-ля-гер ком-а-ля-гер, или, говоря по-русски, в тесноте да не в обиде. В целом получилось лучше, чем можно было бы ожидать. Дальше начались хлопоты по распаковке багажа. Платья и мундиров и костюмов, столового серебра, тысячи всяких мелких, но совершенно необходимых вещиц, при помощи которых любой сарай можно превратить в приличное и даже уютное пристанище. Пока московские носили сундуки и коробки, я присматривался к каждому, чтобы определить, кто чего стоит и на каком месте может быть использован с наибольшей пользой. Главный талант любого начальствующего лица состоит именно в этом определить сильные и слабые стороны каждого из подчиненных с тем, чтобы использовать первые и оставлять нетронутыми вторые. Долгий опыт руководства большим штатом работников научил меня, что людей вовсе бездарных, ни к чему не способных на свете очень мало. Любому человеку можно сыскать применение. Когда кто-нибудь в нашем клубе жалуется на никчемность лакея, официанта или горничная, я про себя думаю «Эх, голубчик, плохой ты дворецкий!» У меня все слуги со временем становятся хороши. Надо, чтобы каждый любил свою работу, вот и весь секрет. Повар должен любить стрипню, горничная делать из беспорядка порядок, конюх лошадей, садовник, растения. Высшее искусство настоящего дворецкого досконально разобраться в человеке, понять, что он любит, ибо, как ни странно, большинство людей не имеют ни малейшего понятия, к чему у них склонность и в чем их дар. Бывает, приходится пробовать и так, и эдак, прежде чем нащупаешь. Тут ведь дело не только в работе, хотя и это, конечно, важно. Когда человек занимается любимым делом, он доволен и счастлив, а если все слуги в доме покойны, радостны и приветливы, от этого возникает совершенно особая обстановка, или, как теперь говорят, атмосфера. Нужно непременно поощрять и награждать подчиненных, но, в меру, не просто за добросовестное исполнение обязанностей, а за особенное усердие. Наказывать тоже необходимо, но только справедливо. При этом следует доходчиво объяснить, за что назначено наказание, и, разумеется, оно ни в коем случае не должно быть унизительным. Еще раз повторю, если подчиненный не справляется со своей работой, виноват в этом начальник. У меня в Фонтанном 42 человека, в Царском 14, и еще в Крыму 23, и все на своем месте, уж можете мне поверить. Сам Пантелеймон Кузьмич, дворецкий его высочества, великого князя Михаила Михайловича Старшего не раз говорил мне, вы, Афанасий Степанович, настоящий психолог. И не гнушался у меня совета спросить в особенно трудных случаях. Например, в позапрошлый год в Гатчинском дворце попал к нему в штат один младший лакей. Слов нет до чего бестолковый. Помучился с ним Пантелеймон Кузьмич, побился и попросил меня присмотреться. Дубина из дубин, говорит, а прогнать жалко. Я взял парня, захотелось блеснуть. В столовой оказался негоден, в гардеробной тоже, в кухне тем более, одним словом, как говорят в народе, крепкий орех. А как-то раз гляжу, сидит он во дворе и через осколок стекла на солнце смотрит. Стало мне любопытно. Остановился, наблюдаю. И так он с этим стеклышком возился, будто ему достался какой брилент бесценный. То подышит на него, то рукавом потрет. Здесь меня и осенило. Поручил ему в доме стекла протирать. И что вы думаете? Засияли мои окна, как горный хрусталь. И подгонять парня не нужно было так с утра до вечера и полировал стеклышко за стеклышком. Теперь он лучше моющий кокон во всем Петербурге. У Пантелеймона Кузьмича дворецкие на него в очередь записываются. Вот что значит «нашел человек свое призвание». Редактор субтитров А.Семкин субтитров А.Семкин